Дарова всем, ребята, Кентуха на проводе, а вы в курсе то, что уже появились первые сливы обновления? А вы в курсе то, что очень скоро выйдет обновление 4 years? А вы в курсе, что же там будет и какой кейс еще куда лят? Если вы не знаете, то, ребята, присаживайтесь по удобней, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите как можно больше комментариев, потому что кто напишет больше всех комментариев, тот красавчик, и я его комментарий закреплю. Ну что же, ребята, с чего будем начать правильно? А, наверное, правильно начаться с того, когда же выйдет коллекция 5 years. Да, ребята, это коллекция 4 years, она была реально очень крутая, очень прикольная. Дата выхода этого обновления, это, ребята, 17 апреля. То есть, 17 апреля нашему с вами стендову бот ровно 5 лет. И я вам скажу честно, это еще очень-очень не скоро. Ну и вы серьезно думаете, что разработчики все это время будут нас держать без обновления? Я уверен, что за этот промежуток времени выйдет как минимум одно мини-обновление, в котором добавят, возможно, новый сикерпак, а, возможно, добавят даже новую карту. Первое, что я жду больше всего, это обещанный, долгожданный клиент-сервер. Да, ребята, разработчики нам обещали. Они говорили то, что они разрабатывают, и они планируют именно в этом году добавить нормальный клиент-сервер. Поэтому, ребята, прожмите просто огромнейший лайк, потому что если добавят клиент-сервер, это означает нет читаков, это означает нет лагов, и это означает, да, киберспорту. Поэтому, ребята, лайк, подписка. Дальше давайте немножко поговорим о новых ножах. Может ли быть какой-то новый нож? А почему бы нет? Вполне вероятно. И я думаю, что следующий нож, это будут, ребята, тысячиковые ножи, потому что разработчики обещали то, что они нас очень сильно удивят в этом году. Я искренне надеюсь, что разработчики будут нас удивлять не только в ТикТоке, потому что, ребята, да, у них в ТикТоке уже 1 миллион подписчиков, а у меня только 600к. Да, кстати, пацаны, ссылочки в описании. Подпишитесь. Поэтому, ребята, я очень надеюсь, что разработчики отдавают какой-то новый прикольный нож, например, тысячковые ножи или охотничий нож. Это было бы реально очень классно и очень кстати. Что же касаемо подарков, вы все ждете халяву. Вот нам, ребят, подарили Charm Gift Box. Больше халявы не ждите, потому что, ну, вряд ли, ну, очень даже вряд ли нам кто-то что-то подарит, кто-то что-то даст. Большому, при большому сожалению, разработчики не дают нам ничего, что можно поменять на голду, потому что, по их личному мнению, это заруинит экономику. Хотя я считаю, они просто пожадничали и хотят, чтобы мы донатили. А я не хочу донатить. Что вообще можно сказать по поводу новой коллекции, ребят? Ну, скажем честно, коллекция 4 years, ну, она, ну, не то, что страшная, она просто самая страшная девушка в вашем классе. Давайте посмотрим коллекцию 3 years. Стоп, а коллекции 3 years нету на рынке? Чего? А, вспомнил, вместо коллекции 3 years разработчики добавили первый сезон и там изменили карты. Слушайте, ну вот коллекция 2 years, ну, видно то, что разработчики постарались. Во-первых, она в цене стоит, ну, в 20 раз дороже, чем коллекция 4 years, потому что коллекция 4 years это просто, ну, нечто страшное, нечто ужасное. Я реально не хочу на нее смотреть. И я очень надеюсь, что разработчики поумнели, сделали выводы и коллекции 5 years сделают реально успешно, чтобы она спустя год в цене не стоила 120 голды, как стоит сейчас. Посмотрите, самый другой скин из этой коллекции стоит 249 голды. Чего? Почему так дешево? Это же надо донатить, это же денег стоит реальных. Поэтому разработчики, если коллекция будет некрасивой, то доната от меня не ждите. Так, ну чё, ребята, давайте прямо сейчас вам расскажу про кейсички. Какой же кейсичек удалят? Ну, ребят, я думаю, тут не надо быть математиком, не надо быть философом. То есть, первый кейсичек удалили оригин. Сколько он сейчас стоит? На секундочку, давайте посмотрим, сколько стоит оригин коллекции. Сейчас он стоит 3, мать его, 1000 голды. Раньше можно было его купить за 100 голды. То есть, он подорожал в 30 раз буквально за 2 года. Теперь смотрим фуриус кейсичек. Его удалили примерно полгода назад. И давайте посмотрим, сколько же он стоит. Он подорожал пока что всего лишь в 4 раза. Но в будущем, через годик, он тоже подорожает. Ну, раз так в 5 точно. Так что, ребята, не надо быть математиком, каким-то учёным. Закупайте райвел кейсички. Закупайте. Просто закупайте. Не открывайте, чтобы они у вас лежали и были на всякой пожарной. Тем более, райвел коллекции, это та коллекция, которая действительно очень-очень красивая. Посмотрите, это же команда Флорал. Посмотрите на АВМ Генезис. Ну, это же просто сосочки. Ну, ребята, ну, и вы хотите сказать, что это некрасивый скин, да это же просто скин мечты. Так, слушай, давайте ещё один откроем. У меня чулечка, щабу Таркана. А ну-ка, чулечка подведёт или нет? Ха-ха-ха, как обычно. Понимаю. Ну, а сейчас время инсайдиков. Небольшой инсайдик лично от Кента ПК. Ребят, только никому. Всё между нами. Мы все забыли про Рейнбл Стикер Паки. Не надо про них забывать, потому что ребята Рейнбл Стикер Паки тоже со временем удалят и вместе с них добавят другие Стикер Паки. А что это означает? Это означает, что Рейнбл Стикер Паки можно будет купить только на рынке. И то, что всякие Стикеры Самураи, всякие Стикеры Дрэгоны, они будут дорожать, дорожать и ещё раз дорожать. Поэтому ребята, что-что, ну с наклейками вы точно не прогадаете. Поэтому Стикер Паки 100% надо закупить. Знаете почему? Потому что, ладно, скины, скины, они не пропадают, они никуда не деваются. А вот наклейку вы приклеили, наклейки нету. А кто-то захотел купить эту наклейку, и из-за вас эта наклейка становится дороже. Ну вы поняли логику. Поэтому ребята, мой вам совет, покупайте Рейнбл Стикер Паки 100%. Ну а вот сейчас я просто плачу, потому что ребята, я помню тот момент, когда вот эти вот Хэллоуин Стикер Паки стояли там 10 часов на Рейнбл Стикер Паки. И они стоили по 60 голды Я не шучу, по 60 голды А сейчас они стоят по 4К голды А, и да, небольшой инсайдик Я их тоже закупил, потому что, ребята, они будут дорожать, дорожать И будущий будет стоить точно так же, как и в боксе на 5 Чш, никому Ну а прямо сейчас, ребята, я вам покажу самую лучшую реализацию обновления 0.19.0 И вполне вероятно то, что вот это вот обновление потом окажется правдой Поэтому, ребята, если вы стоите, то лучше присядьте Ну что же, как видим, название новой коллекции Сэнд Сторм Ну, честно говоря, мне вряд ли так кажется, что новую коллекцию зовут именно так Потому что какое-то странное это ваше название Сэнд Сторм Еще бы назвали Сэнд Ну, короче, это должна быть шутка, но я ее не придумал Давайте просто осмотрим этот Тунхамона поближе, ребят Ну, как по мне, ну, славный малый, типа, плющат Кто бы с ним, так сказал бы, сделал бы Джага-Джага Плюсит чатик Так, ну что, смотрим дальше Как мы видим, стикер Фараон у нас есть в инвентаре Ну, а прямо сейчас, ребят, мы видим промокод Я говорю сразу, если что, это видео, ну, это видео, типа, концепция То есть это не настоящий промокод, не надо его вводить И что же мы получаем за этот промокод, как вы думаете? Я думаю, какой-то новый нож А ну-ка, угадал или нет? А, мы получаем плюс один уровень батл паста? А так можно было? Кстати, это было бы очень прикольно Типа, знаете, ну, например, тебе лень проходить батл паст И ты просто покупаешь уровни И притом не за реальные деньги, как сейчас А, например, за голду Или вводишь промокод Так, ну что, ребята, смотрим Ага, батл паст пройден Сэндстором И вы получили Ой-ой-ой Паракорд Паракорд Голден Сэнд Ничего себе ножичек Не, ребят, ну за это лайкусик Я бы себе такое хотел Не, ну реально, пацаны Ну тут реально, тут без кидалова Я бы с таким ножичком поиграл бы Блин, какой же он классный Я бы, ребята, им картошку бы резал Ох, вася Так, ну что же Смотрим дальше, ребят, спокойно Мы этот ножичек применяем И прямо сейчас Давайте его немножко осмотрим Осмотрим Слушайте, ну красивый Пойдет, пойдет Ну какой-то он слишком тонкий Да, вот эта рукоятка, ребят, слишком тонкая Но неудобно в руке держать Я вот переживаю это, ребят Конечно, поиграть все можно Но картошку чистить, ребята Точно не советовал бы Ну а прямо сейчас вы видите то Что не верит никто В это реально не верит никто То, что можно будет жаловаться на читака Вот вы в это верите или нет То, что не надо будет свою задницу рвать И заходить на форум Вот то, что можно будет просто зайти к нему в профиль Нажать жалоба И, например, выбрать там Киберболинг, читы Ну все что угодно Если это будет так Это будет, как же это будет прекрасно Разработчики Я вас просто рассылую Добавили новый режим игры по вайфаю Это означает, что если вы с вашим Одноклассником в одном классе Информатки подключены к одному вайфаю То вы можете вместе играть Вообще без каких-либо проблем Стендов 2 Это было бы очень-очень круто Голосование за карту Как же это прикольно Просто, ребята, представьте Если бы это было реальностью Если бы реально добавили Голосование за карту То есть Ты вначале находишь 10 игроков И, например Всему же надоело Это Синстоун Уже вот тут вот в печенках сидит И все, например, выбирают там зону Или провинцию Блин, это было бы очень круто Ребят, прожмите за это лайк Да, ребята Это Nemless коллекция И знаете что? Когда же она чаще всего Выпадает в соревновательном режиме А чаще всего Она выпадает Именно во время весеннего обновления Я подумал, ребята Если вы хотите себе выбить Ну, например, какой-то АВМ Трэшер Хантер За 145 тысяч Голды То прямо сейчас Хэштег комментарий Хочу обнову Потому что я уверен То, что в обнове Увеличит шанс На все эти скины Просто представьте И эти скины Можно получить Будет бесплатно Но, правда, шанс Один к миллиону Ха! Ну что же С вами был ваш Абоба АПК Обязательно, ребят Проживите лайк Подпишитесь на мой канал И напишите в комментариях Что же вы ждете больше всего Также Не забываем Подписываться на мою телегу Ссылка в описании Все копнял-приподнял Всем удачи Всем пока